44 глава, запрещающая опережать имама. То есть, когда мы молимся, ни в коем случае нельзя совершать действие вместе с имамом, не говоря уже о его опережении. А на Бигураре, это 330-х хадис от Абу Гурары. Он говорил, я слышал, как посланник Аллаху говорил, То есть, имеется в виду, я немножко набрал вес, сейчас так быстро это не делаю, как делал это в начале. Однако я должен вас опережать, и вы застанете то, что вы упустили. В других хадисах, братья, сказано, что они не шевелились, пока Пророк, салаллаху алейхи вассалям, не касался головой к земле. У нас есть очень важный вопрос. Мы разбирали, разбирая книгу Баракалуфикум «Ошибки молящейся, избранные главы». Наш брат Иса Абу Абдурахман, насколько я знаю, Баракалуфикум начал разбой этой книги. Пусть Аллах спонталя поможет ему закончить. И в этой книге Баракалуфикум мы упоминали о том, что у нас есть, во-первых, имам совершает такбир до движения. То есть, вот это очень важный момент. То есть, ты, допустим, молишься, говоришь «Аллаху акбар». Сейчас я скажу. То есть, у тебя, Баракалуфикум, начало молитвы, ты говоришь, либо «Аллаху акбар», потом руки поднимаешь, либо говоришь «Аллаху акбар», вместе с руками, либо руки поднимаешь, говоришь «Аллаху акбар». Три пришло, так же. Потом, Баракалуфикум, ты прочитал суру «Фатиха», ты прочитал суру, и ты хочешь сделать поясной поклон. Ты говоришь «Аллаху акбар», потом делаешь поясной поклон. Потом, например, ты сами Аллаху лиман хамида поднимаешься как вместе, правильно же? Потому что Аллаху Акбар, потом делаешь земной поклон. Это то, что приказано тебе, как имаму, сначала говорить, потом делать, хорошо? Он что делает? Он следит за действиями имама. Если ты в первом ряду и видишь имама, то ты должен смотреть на имама. И поэтому в хадисах пришло, что мы не шевелились, пока пророк Саусам не прикасался головой к земле. То есть ты, барак луфикум, если стоишь, например, имам говорит, говорит Аллаху Акбар, потом уходит. Ты слыши его звук, не реагируй на его звук, а смотри на его действия. И когда ты увидишь, что он прикоснулся к земле, тогда только начинаешь совершать действия. Понятно, да? Это очень важно. Хорошо, пророк, если кто-то скажет, а те, кто во втором, третьем, четвертом, пятом ряду, они следуют за теми, кто до них. И оно пришло об этом хадисе. Вы следуете за мной, а за вами следует тот, кто за вами. За вами следует тот, кто за вами. Поэтому второй ряд смотрит на первый ряд. Первый ряд смотрит на действия имама. И видят, когда имам сделал поясной поклон, потом делает поясной поклон. Имам говорит, сами Аллаху Акбар падает судьуд, потом они только падают судьуд. Потом говорит, Аллаху Акбар, понятно, да? Потом понимать. И так вот все движения так совершаются. Второй ряд, третий и так далее смотрят на тех, кто впереди, барак луфикум. следующие 331 хадис поэтому имамы так как люди вот я еще хотел сказать давай забудь закохали напомню некоторые мамы варк лауфикум они что делать некоторые мамы и того что люди торопятся вместе делать они вот сначала делают руку потом это логовый бар это неправильно потому что люди горит ориентируются на звук или вот так вот неправильно это это неправильно что то что такбир вначале вот до движения как будто ты прибавляешь ее к другому поклонению состоянию там же так нет нет это барак это не это где зачем исключать барак лауфикум философии не ходи с барак лауфикум четко приходит барак лауфикум что послание колоссов всем дел руку потом отдел такбир потом дело движение бараков потом дело движение